Мужчина и девушка в аэропорту перепутали. К одним приехала незнакомая девушка, к другим парень прилетел. Здравствуйте, я Александр, занимаюсь перевозкой груза 200. Груз 200, сам термин пошел с афганской войны. Там обозначали умерших, которых вывозили на самолете. А термин груз 300, это был раненый. Вот с тех пор и пошел этот термин, сейчас его употребляют в плане перевозки умерших. Больше 10 лет я занимаюсь ритуальными услугами и перевозками умерших. Основное направление это Россия, Европа, ну и сейчас ДНР, ЛНР, Крым. Мы перевозим груз 200, тела умерших автотранспортом, либо авиатранспортом, это самолеты. Чаще это автомобильный транспорт, это намного быстрее, мобильнее. Родственники, которые допустим умер, они делают доверенность на нашего агента. И он уже с этой доверенностью как бы имеет право идти выступать, допустим, от имени жены. Он идет в морг, делается же справки об отсутствии поройных вложений, справка санстанции, справка о смерти, свидетельство о смерти. Вот на основании этих документов тело и пересекает границу. Ну, в общем, вот в таких вот цинках и делаются, в принципе, все перевозки и авиа, и авто. То есть это как бы контейнер, он внутри цинковый. Туда ставится гроб, лист цинка заворачивается, запаивается по кругу. Все, либо же эта крышка, сюда заливается герметик, крышка закрутилась, там герметик, оно все герметично. Таможня его опломбирует, значит, ставит свои печати в документы, что гроб опломбирован, постосторонних вложений в нем нет. И все. Людям мы привозим, снимаем крышку, разрезаем цинк, либо просто снимаем крышку, достаем им гроб, доносим там до кладбища, до могилы, в церковь. Весит такой гроб, если сам пустой, в нем килограмм 60. В целом, если здесь и гроб, и тело с цинком, то где-то в районе килограмм 150 в карантин пересечь границу нельзя. С Украины в Россию ехать нельзя, потому что нужны основания для въезда. Поэтому работаем через нейтралку. Нейтралка это, скажем так, серая зона между Украиной и Россией, допустим, там километр или может быть два. Туда наша машина с России, допустим, выезжает, а с Украины туда. Они как бы не покидают свою страну, ну фактически. Две машины рядышком встали. То есть мы перегрузились, все документы передаются в эту машину с телом, с документами. И эта уже машина везет дальше, там, в Украину или там куда угодно. Ценообразование очень сложное. Если это Германия, все зависит от конкретного случая. Если человек умер в больнице, могут выставить счет за его лечение. Покуда вы не оплатишь счет за его лечение при жизни, тело не выдадут. Если человек умер где-то в ДТП, сюда же в стоимость еще входит доставка от места гибели до ближайшего морга. Соответственно, каждые сутки в морге это все деньги. И в итоге, то есть сумма может быть каждый раз разная. Можно с одного и того же города, допустим, там с Варшавы на Киев, привезти там за 1300 евро одного, а другого за 2000. Ну по Европе максимум это 1004 евро. Но это если Франция или где-то юг Италии и Испании. Ну за Америку я вообще молчу. Америка может быть и 8, и 10, и 15 тысяч долларов. Расстояние большое. Перелет очень дорого стоит. Перелет, скажем так, зависит от веса. Чем больше вес, тем больше платишь в аэропорт за перелет. Самолетом это в принципе страны, скажем так, туда в основном Африка, Турция, Египет. На Европу реже. На Европу дешевле автотранспортом. Россия в принципе тоже. Если это, допустим, с территории Украины нужно отправить. Ну с территории Украины можно отправить там Турция, Египет, Грузия. Вот эти страны там Армения. Туда можно как бы отправить. В принципе рейсы есть. Зачастую проще отправлять через Россию. С России каждый день может быть даже 2-3 самолета в любую из стран. Здесь все так же. Гроб, цинк, документы. Все. И дальше уже как бы сотрудники аэропорта, они замеряют. И они в принципе грузят уже в грузовой терминал. А с грузового терминала оно уже как бы грузится в сам непосредственно самолет и улетает. И все. Проблема аэропорта в том, что до момента вылета самолета нужно за 6 часов привезти тело, сдать в аэропорт. По прилету выдача также через 6 часов после прилета самолета. Из-за этого это получается, что сутки оно просто как бы где-то. Иран, Ирак и страны Африки там тяжело. Нету адекватных таких консулов, консульств, с кем бы можно было работать. Они вроде как сегодня есть, но завтра они могут там закрыться ввиду там какого-то чрезвычайного положения, военных действий и так далее. То есть если даже нету прямых рейсов, допустим, там с Ирака на Украину, на Киев, то это можно сделать через Турцию, Египет, где ближайшая какая-то страна более-менее. То везем на эту страну, с этой страны отправляем, допустим, сюда, либо же наоборот. Отсюда на Египет, а с Египта там какой-нибудь Иран, Ирак, еще куда-то там. Сложнее всего было забрать груз 200. Это самопровозглашенная страна ДНР. Со всеми странами есть консулы, есть официальные организации, но с ДНРом это вообще отдельный случай. Ихние документы не признаются нигде. То есть те, что они справки дают свидетельство о смерти, это все не признается. Плюс у них свои правила, это только у них. Придумали для себя какие-то там внутренние законы, что живой, неживой ты как бы покинуть, либо въехать в страну не можешь. Даже если ты мертвый, иди, бери разрешение у самопровозглашенные, там да, какие-то власти. Вот они должны дать тебе разрешение на въезд. Так это ж, ну, умерший. Ну и что? Они не пропускали даже груз 200. И я даже знаю несколько случаев, когда оставили умершего прямо в нейтралке. То есть просто гроб стоял, ночевал в серой зоне. Такой случай был с Крымом, и такой случай был с ДНРом. Русская машина, ее не пропустили с Крыма. А украинскому деваться было нечего. Он приехал, оставил гроб и сказал этим крымским, ну, делайте, что хотите. Но, по сути, у него выхода другого не было. Он уже как бы и въехать с грузом 200 назад не мог. Его бы Украина не пустила. А у него был только один выход. Оставлять гроб там. И в данной ситуации, ну, как бы, крымские погранцы, ну, по идее, должна быть какая-то человечность, тело стоит, должны как бы пропустить. Ну, в итоге пропустили. С Европой там все сложнее. Там все должно быть апостеризировано. Все должно пройти через консульство, через прокуратуру, через судмедэксперта. Опайка обязательно. Спецтранспорт обязательно. То есть обычным там микроавтобусом не вывезешь. Должен быть именно специализированный катафалк. В некоторых странах только с рефрижератором и без присутствия родственников. То есть сопровождающие, там такого понятия нет, сопровождающие едут как годно, а тело едет только на спецтранспорте. Команда большая. То есть в Европе свои люди, в России свои люди, в каждом городе, в большом свои люди. Выставляет свою цену за свою работу. В эту работу входит там гроб, цинк, бальзамация, перелет, одежда. Доставка до Москвы, к примеру. С Москвы уже другой агент. На его имя отправили. Этот агент забирает, везет сюда. Здесь дальше уже везет другая машина. Лично у нас не было таких случаев, чтобы терялся покойник. Но знаю случай был по России. Было два умерших с Питера. Мужчина и девушка, там женщина, не знаю. Их отправили разными самолетами. В аэропорту перепутали. И значит, к одним приехала незнакомая девушка, к другим парень прилетел. Да, и все из-за банальной ошибки сотрудника аэропорта. Он перепутал документы. Поменял их там местами. И улетели разные люди в разные общегорода. За самую дальнюю поездку, которая была на авто, это Днепропетровск, Красноярск. Расстояние вышло ровно 10 тысяч километров. Это все на одном авто. Я сам. Зимой, в декабре. Это был город за Красноярском, Железногорск. Это был закрытый город, режимный город. То есть, в него не попадешь ни под каким предлогом. Граждане других стран вообще без вариантов. Там местная ритуальная служба вывезла меня за КПП. Я забрал и повез уже на Днепропетровск. То есть, все по кругу вышло у меня 7 дней. Можем назвать минусы вашей работы? Минусы, скорее всего, заключаются в этих контактах с родственниками. В трудную минуту, когда истерики, когда это все, плач, оно не особо приятно. Привозишь умершего, допустим, домой или на кладбище к родственникам. Вот эти вот 5, 10, 15 минут я стараюсь сократить до минимума. Отдать тело, отдать документы и поскорее, скажем так, уехать. Потому что вот эти вот все крики, вот это горе, вот это все. Но я на это как бы не хочу смотреть. И мне это самому неприятно. Я стараюсь покинуть это место побыстрее. Можно с вами такой тяжелый случай моральный или сложный, который у вас был? Самый морально сложный, это утонул отец с ребенком. Утонули они на берегу в районе Херсона. Ребенка нашли в тот же день. А отец приплыл в Крым через где-то 6 дней. Его обнаружили где-то в районе Евпатории, он выплыл. Это был самый, скажем так, сложный, сложная и перевозка, и работа в плане морального. То есть дети и вообще это все очень как бы сложно было. Быть человеком, который занимается перевозкой груза 200, это не однообразная работа. То есть это не какой-то там станок, магазин. Здесь каждый день разные страны, разные случаи, разные сложности. Я люблю сложности, поэтому чем сложнее, тем мне как бы больше какого-то своего удовольствия решить эту дилемму. 100% я на своем месте. Субтитры сделал DimaTorzok